Итак, всем привет, дорогие друзья! С вами Даша Скарлетзи, и сегодня у нас второй день финалов моей лиги по китайскому покеру. Мы сразимся с человеком с ником Сырк Катэ, пожелаем ему удачи, пожелаем удачи мне, надеюсь, что покажем вам интересный матч и увлекательную игру. Итак, мы начинаем. Итак, у нас сразу хороший стартер. Потому что мы очень классные ребята. Я думаю, что это заявка на победу. Так, вот у нас Сирр расставляет. У него тоже, кстати, неплохой стартер. Но у нас уже лучше. Итак, мы собираем фэнтези. Сверху двух тузов, снизу. И теперь думаем, будем ли мы собирать какие-то стриты или что-то в этом роде вниз. Я думаю, что на самом деле это будет достаточно сложным, потому что семерки заиграны у нас. Вот. Тройки тоже, как мы видим. Поэтому, наверное, поставим дамбубну вниз. Может быть, каким-нибудь волшебным образом мы натянем флеш, или просто купим сюда две пары, потому что они еще живы. Хотя, в принципе, наверное, флеш двух карт собрать не очень. Но из двух зол мы выбираем меньше и верим в свою победу. Итак, у нас сейчас отличный выбор. Мы можем либо поставить две пары и не скупиться. Либо положить еще одну в новую карту и ждать, закроется или не закроется наш флеш. Так как так мы, конечно же, не будем убить снизу. Но, в принципе, я думаю, что уже не такая большая вероятность собрать у оппонента фэнтези, потому что дамы заиграны, короли заиграны. Поэтому, наверное, мы побережем наш фэнтези, которая дает нам отличное преимущество, и сыграем очень не то. Поставим даму пять вниз. Таким образом, получив две пары, не имею шанса для улучшения руки в дальнейшем. Но я, как девочка, буду весьма осторожна. Итак, мы могли бы усилиться, но, к сожалению, не смогли, поэтому поставим кем-то бланковая карта, чтобы не скупиться, не закрыться. И, в принципе, эта раздача уже очевидна. И смотрим, что собирает наш сир. Он собирается внизу фул. А, вот. Спередина сверху у него пока не готовая. У него три, четыре, пять. Какие-то две пары собрать сложно. Стриты тоже. Посмотрим, что задал выйдет. Так, сир прочитать тоже не рисковать. Таким образом, мы играем десять геймов по стечению десяти геймов, по результатам мы определим победителя. У нас... Что у нас здесь есть? Но, к сожалению, у нас здесь, я стремлюсь в студию, у нас здесь двухцветная колода, что я забыла поменять, не очень удобно. А я немного были за руку, поэтому буду присматриваться. Так, большая у нас, к сожалению, нет. Стрит-офф у нас тоже нет. А, нет, есть у нас флэш. Попробуем собрать этот флэш и посмотреть, что у нас останется. Останется пятерки. И на этом, наверное, все. Не очень. Получится ли у нас убрать валетов наверх? Сколько у нас карманок? Семерки, восьмерки, пятерки и двойки. Да, у нас получится убрать валетов наверх, а мы так и сделаем, чтобы заработать побольше очков на нашем фэнтези, которая у нас, к сожалению, совсем-совсем слабенькая. Увы. И ах. Так мы на него и рассчитывали, так мы в него верили, но не шмогли. О, у нас есть еще и тройки. Которые, в общем, тоже погоду не делают. Итак, продолжаем играть. Просто в чат. Ничего не спрашивайте. Такая разговорчивая, такая общительная мадам. Как бы очень хочется пообщаться. Итак, мы оставили три червовые карты внизу на флэш, потому что у нас, в принципе, большая вероятность его собрать, а снизу у нас Сэр играет на стрит, в лучшем случае. Вот, а страх карты очень выгодно собрать с флэш-дромом. У нас больше 50% того, что оно закроется. Вот. Пока, к сожалению, шхаутов нет. В принципе, нам обязательно что-то заставится. Валет 8 или дама валет. Восьмерка заиграна. И дамы тоже заиграны. Ну, поставим даму, потому что оно поприкольнее. Не знаю, где будем собирать. Пару стриты, в идеале, что-нибудь такое классненькое. Развернула стол на весь экран, чтобы вам меня было лучше видно. Точнее, чтобы мне его было лучше видно, а я немножечко отодвинулась на стуле назад. Что-то нет, все, нет нашхаутов. Ну, верим, ждем. А вот и они, родимые. И снизу мы собираем флэш и пока выигрываем. Пока что мы выиграем все линии. Надеемся, что продолжим тоже в том же духе. Итак, прошел у нас первый раунд. Пока я веду один куш небольшой. Начинаем второй гейм. Пишет, не, Над Игорь, конечно, тоже симпатично. С Над Игором мы будем играть завтра, кстати. С Украиной можно играть на покер-доме? Да, конечно. Так. В общем, вы можете написать нашему консультанту, вам подскажут, поможет, как зарегистрироваться, как там, что. Что? Пожалуйста. Можно и нужно, главное, играть. Итак, кто же из нас соберет первый фулл-хаус и чей фулл-хаус будет лучше? Ну что же, давайте потом, будем ли мы рисковать, собрать фэнтези наверху или нет. Итак, наша шестерка у нас осталась одна, три из них использованы. Тройки осталось две, четыре аута и восьмерки три. У нас семь аутов, что, в принципе, неплохо. Но пока мы выигрываем не середину, мы надеемся, мы тоже соберем. Мы с Ромой не будем рассказать, мы девочки, мы тайтовые, тихие, мирные, спокойные. Пожалуйста, играем так. Ничего мы прикольного не купили, к сожалению. О, так, это, потому что чуть-чуть мне не видно экран. Я чуть-чуть пододвинула, чтобы не полкачать. Даже больше сделаем. Да, так у нас его нормально видно. Так, что там, что там? Привет, большевик. Пока только начали, пока играем. Пока, к сожалению, непонятно кто кого. Будем верить в лучшее. Ребята, да, задержка. Читаю ваши комментарии. Стол я пододвинула. Шестоточки ненужные. Шестоточки ненужные. Так, у нас тут было. Смотрите. Хорошо. Ребята, да. Смотрите. Сейчас. Продолжение следует... 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 Еще у меня научили делать сортировку. Не зря пришла. Осталось только выиграть. Или поиграть. Лучше выиграть. И все будет отлично. Итак, наша сыра ждет семерку. Интересно, придет она ему или нет. Смотрим, что она собирает дальше. Терочки, валеты, что-то хочет. Хорошие. Второй пара мы тоже пока к тузам не будем. Потому что, может быть, мы купим просто валет. Не факт, что у нас здесь что-то будет. А мы не экспериментируем, не рискуем. Потому что мы девочки, и мы боимся. А сир тем временем купил таки свою семерку. В принципе, все наши карты заэксплуатированы. Поставим королик вниз. Скорее всего, если бы он приходил король, он мне выкидал, как он мог поступить в шестерку или восьмерку. Ну, а мало ли, пока покер сгорается, потому что вдруг я передумаю. У меня же девочка. Нины ловили мы, к сожалению, своих аутов. Поэтому, увы, не валет, не десятки. Не кроли нам не пришли. Так вот. О, привет, Заяц. Спасибо, что смотришь наш стрим. Желаю мне удачи в бою. Постараюсь быть умничкой. Итак, посмотрим, как ставят сир. Вот так вот он у нас ставит. Картишки постарше вниз, картишки помладше посередине. Пока что все весьма логично и тривиально. Делаем примерно точно тоньше. Ну, и короля поставим наверх в качестве кикера. Или потенциального фэнтеза. Ой, спасибо, не пишешь, что я прекрасно. Спасибо, люблю комплименты, как и любая девочка. Мне нравится, хвалите меня. Ну что, попробуем в середину поставить две пары, чтобы потенциально иметь возможность купить фэнтези. К тому же девятки и двойки живы. Поэтому, я думаю, что они к нам вернутся. Кстати, интересно, я тихо или нет разговора. У нас достаточно хороший микрофон. Должно быть нормально слышно. Но если надо, я могу вещать чуть громче. Вот, а еще мы в марте поедем на БПТ. Где, кстати, тоже будет турнир по китайскому покеру. Он будет открывать сферу. А последствия два дня будут турниры именных покер-дом. Где за нас, за меня, за Мишу Семину. Буду давать баунти за наше выбивание. Поэтому все желающие приезжайте к нам на БПТ. Играйте с нами. Болейте за нас. Ну или не болейте, не знаю, если мы вам не очень нравимся. Так, сунем вниз. А, нам без разницы, что засовывать вниз. Семерку или валет. Они все заиграны. А жаль. А жаль. И шаманю свои девятки. Двойки, валеты обязательно, пожалуйста. Очень нужны. Но, увы. Увы. Верно, пошла пара дам, но что мы вниз закрыли. Так, третий гейм я совсем не справилась. Пошел у нас никуда. Играем четвертый гейм. Наверное, по истечению пяти геймов подведу промежуточные результаты. Будет интересно, скорее всего. Привет, Игорь. Я старая больная женщина. Куда мне приседать? Из меня же песочек сыпется. Куда? Какие приседы? Не надо мне такого. В 20 раз. Хотя, в принципе, с другой стороны, так я буду готова к летнему сезону. Буду стримить в бикини. Кстати, в бикини уезжаю я на конкурс. В конце марта, начале апреля. Буду там ходить в бикини, поддерживать свой титул, который у меня уже есть. Кстати, одноименные, абсолютно пытаться завоевать новые. Представляете, в этот раз не Беларусь, а Россию. Так, что у нас сейчас ходит в партийное задание? Попытаться купить фэнтези наверх. Так, у Сиры что-то возражает, что тоже пока в средние не посходят. Ой, получается дела. Никаких интересных комбинаций. Ни рояля, ни стрит, ни флоши ничего не показываем. Фокусы не показываю. Фокусы, кстати, не умею показывать. На самом деле, обязательно научусь. Потому что обычные конкурсы красоты, есть такой сайт, называется конкурс талантов. И там говорят, какие у вас есть таланты. А вот мне, если честно, талантов никаких нет. Петь не умею, танцевать, ну, так относительно, наверное, как любая девочка на дискотеке. Мучше там крестиком вышивать тоже, рисовать, лепить. Как-то вот совсем-совсем нет. Поэтому я буду показывать, наверное, в фокусе. Ну, или в картишке поигрывать. Или рассказывать про любимый покердом, который я скромно сочту себе в свой талант. Ну, где вот дамы? Чего нам не дают дамы? Чего нам не дают покупать фэнтези? Не очень. Нам это не нравится. Так, ну, хоть что-то выиграли. Выгол не проиграл, уже хорошо. Тереть ты. Тут чате обсуждают, что можно откладывать стрим или свадьбу. В принципе, как говорится, дурное дело, браком не назовут. Иногда даже свадьбу можно отложить. Да, что-то параллельно у нас прям совсем лютый дефицит какой-то. Да и тузов немного. Тоже, наверное. Не знаю, люди, которые бы отменяли свои свадьбы, если честно, и как-то, кто планировали, те всегда женились. Но, мне кажется, ну, такой достаточно был бы экстремальный ход. Хотя, мало ли, бы всякие разногласия, знаете, как в кино или, например, она побегает, заходит в церковь, там, понимает, что он ее не судьба и бежит в этом развивающемся свадебном платье за своим принцем на белом коне. Такое уже тоже может быть. Все может быть. Очень драматично и символично. Хотя, мне всегда в таких случаях очень жалко тех, кто вот остается у алтаря. Или как в ироне ее судьбы, да. Очень мало кто думает об Аполите, который остался один, или о Гале, невесте Жени Лукашина. Как бы у людей же любовь, и можно привлечь, значит, чужих, других, какие-то обязательства. Это грустненькая, на самом деле, эта история. Конкурс в бикини. Конкурс будет не бикини, конкурс будет Miss Heritage World. А проходить он будет в двух сразу странах, очень интересных, в Индии и в Бангладеш. Да, мы когда-нибудь уже сейчас соберем свой фэнтези или нет? Или да, или нет? Ну, нет, видимо. Так, этот гейм мы играем в ничью с Сиром. Сейчас так будем приступать к шестому гейму, посмотрим наши результаты. Пока у нас выигрывает Сир, выигрывает у нас 25 кушей, поэтому надо собраться, надо собраться и побеждать. Здесь, кстати, интересный расклад. Мы можем сыграть прям совсем тайтовенько, поставить королей посередину, дамы наверх и туза вниз. Мы сможем рискнуть, поставив сразу королей вверх. Королей вверх, туза прикрыв их тузом посередине. Вот, ну, с шляпу, с кем-то, низ там, вбог, в зад. Так, давайте-ка подумаем. Так как мы не видим карт Сир, давайте, наверное, сыграем. Как хороший, то вдруг у него уже все тузы, три сразу, и мало ли, не собираем, не насобираем. Вот, я вам здесь, ну, знаете, Семюрка не нравится, но здесь перестанем в середину. Ну, нет, там только король. Вчера обещали пошлый анекдот, если честно. А-а-а, постеснялась, наверное, вслух. Вчера, честно, пыталась оставить в чат, потому что в интернетах мы все такие бойкие, громкие, отважные, вообще по барабану. А вслух, если честно, стеснялась такие рассказывать. Ну, не знаю, если их там прилично анекдоты скинуть в чат, я буду их стараться прикольнее с интонацией зачитывать. Да-да-да. Ставим тузыку нашу на десяточку. И будем, наверное, секундочку закрывать наш мильд. О, над Игорь болеет за меня. Не знаю, почему, вдруг. Ну, да ладно, спасибо. Приятно. Да что ж ты будешь делать-то? Ничего хорошего у нас нет. Какой-то еще один король дурацкий, который, не знаю, можно отсунуть вниз, постараться наловить даму. Последний валет откуда-то берутся. Непонятно откуда. Ой, горе-горе. Горе-горе-горькое. Ну, давайте, наверное, засунем вниз. Хотя, валет последний, ну, я не знаю, уже будет ли еще один чудесный. Возьми, не слишком дадут эту зайдаму, и все пройдет так, как планировано. Или двух дам сразу. Или есть. Здесь, конечно, нельзя, а очень бы хотелось. О, да есть же туз. Ну, и поставим, наверное, вверх девяточку. Она у нас не заиграна, принесет нам каких-то очков. Хоть что-нибудь нам уже принесите сверху. Вот, сыр, что-то пока тоже ничего дельного не собрал. Валетов-то у нас НМА, что можно собирать. Ну, Адынь есть совсем Адынь. Двойок-восьмерок тоже дефицит. Ну, русские не сдаются, как говорится. Не знаю, кто насыр. Давайте посмотрим. Из Белгорода. Кстати, отличная местность. Да есть же дама, да есть же фэнтезиура. Вот такие пряги. Я младец, он младец, я младец. Так, у четырехцветной колоды отлично. Он становится, сразу глаз радуется и улыбается. Есть у нас фул. Есть у нас флэш. Что такое у нас? Нет. По-толку, по-толку. Слушайте, круто автосортируем. Почему раньше? Чтобы не знала, сколько у меня счастья. Ну, что, посмотрим, что у нас будет. Если мы собираем фул-хаус, собираем фул-хаус, мы ничего не состоятся. Смотрим, что у нас тузы. Усё. Усё, усё. Давайте теперь проверим, что будет, если оставить флэш. Я, на самом деле, люблю их распихивать примерно и прикидывать. Если дальше какое-нибудь чудо. Чудесное, диво, дивное. 5, 6, 7, 8, 9. Ну, заслался с триточек. В принципе, они нам принесут одинаковое количество... Ой, даже на самом деле, полушечки. Зачем мы в руки нам про одинаковое количество? Не знаю, так просто. В общем, поговорить хочется. Ставим мы вот так вот. Почему нам не дали с триточек? У нас здесь 5, 6, 7, 8, 9. Каковая девятка где она? Пришлите, пожалуйста, на базу. И мы выйдем. Так, ну, какой покерун, такой стрим. Покерун прекрасный, стрим прекрасный. Я прекрасная и скромная, кстати. Вот очень. Это, знаете, моя отличительная черта. Вот меня вот спросят. Дарья Александровна, что тут можно вас сказать? Помимо того, что я называю себя сама Дарья Александровна, я сейчас скажу, что я отличаюсь потрясающей скромностью. Ладно, со мной шутки юмора. Такая уж я умирская. Такая уж я умирская. Так, скупаться там еще не хочется, поэтому не будем крана ставить наверх. Такая уж я умир palavra. Такая уж я могу добавляться. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, я прошу прощения, мне тут сказали, что чата в трансляции не видно Чем, кстати, странно и жалко А если я его сюда пододвину? Мне все равно не видно Чат вернула Ну ладно, вы же смотрите, читаете, наверное, догадываетесь Так, что у нас тут есть? Шаманим, наверное, тузов и дам Вот Так, это мы шестой гейм Сейчас мы седьмой гейм Играем, если не ошибаюсь Извините, немножко отвлеклась И, юхо, мы нашаманили свою даму Ой, такую случайно брали отсюда Ну, правильно Так, у нас идет седьмой гейм У нас еще несколько Зарываются ли с безостановлением мужики на фоне? Нет, это наш замечательный помощник Волшебный человек, который мне объясняет, как дружить с техникой С техникой я дружу плохо Кстати, вот раз нас смотрит на тыгр, я бы с удовольствием пригласила на стрим Ну, либо напросилась к нему в гости Интересно было бы пообщаться Так, а теперь я воспользуюсь новой классной функцией сортировки Которой мне очень нравится И посмотрю, что у нас есть Скорая у нас нет, к сожалению Очень-очень жаль А так Да и что-то флешей у нас нет А жаль Зато, зато у нас есть офигительный набор флот Так, ну тут расставили, затащили Для храбрости 50 грамм И... Я, кстати, могу, если честно У меня есть у нас или нет Было бы неплохо, я бы не отказалась Так, посмотрим, что нам дали Что-то нам дали Что-то очень симпатичное С не очень прикольным дополнением Блин, и балет-то наш заигранный Чем же я его... Чем же я буду королей посередине прикрывать Хрен его... О, я прошу прощения Не знаю, вот чем Ну нет, это не охлаждение Просто какой-то голый дядька Не знаю, что делать на стриме Негодяй какой Негодяй-негодяй Сейчас мне абсолютно нечему прикрыть королей посередине Поэтому поставлю-ка я их вниз Я не знаю, насколько это правильно или нет Там просто валет заигранный Здесь у нас какие-то 3-2, непонятно, здесь Которая заиграна тройка Ну, наверное, я сделаю так Так, мы поставим эту троечку Девятка, восьмерка все живые В принципе, без разницы Сунем девяточку сюда же Так, сейчас секундочку Попробую вернуть чат на стрим О, он вернулся Ничего себе Я молодец, вы молодцы Так, что нам дали? Дали нам какую-то шнягу, как обычно, очередную Двойки, тройки, четверки, пятерки Ничего себе, это не подходит Это все заигранное Ничего себе не надо А снизу там уже флэш собрался Почти собрался Отсуну тихочку вниз Так, вроде у нас все красиво Все нормально видно Надеюсь Так, собрали мы три кусочек Собрали мы две пары посередине Что нам надо? Ну, чтобы, не знаю, двух тузов нам вдруг вот дали И мы собрали ботанки здесь сверху И были бы довольны А я такая вообще коварная Конечно, я заберу все пики Кому я их вот отдам? Не могу отдавать никак Тоже нужны Ну, не нужны, конечно, на самом деле Но, как бы, очень победы нужны Ну, десяточки, наверное, прикупили Тоже, в общем-то, очень неплохо Так, заканчивается у нас седьмой гейм Да, я хочу на тыгре Я хочу, да, позвать тебя на стрим Вот Был бы классно Если бы шел Ну, просто, если ты не захочешь приходить ко мне То я могу прийти всегда к тебе Как бы, или вообще договоримся Ладно Да, начался восьмой гейм Отвечаю Дианочке А, ну там все равно задержка Ну, ладно Слушаю, это прость Что там какие-то нехорошие вещи Предлагают в чате Ужас, ужас Так, идет восьмой гейм Пока видим двадцать шесть кушей Постараемся продолжать в том же душе Быть хорошими девочками И побеждать А, кстати, завтра между снат игорем играем Довременно Может быть, интересно было бы сделать Какой-то общий стрим Где мы бы общались Я, наверное, пишу ему на джипсе И продумаю эту концепцию И формат Вот, в принципе Как бы, наверное, да Может быть, не знаю Чтобы мы играли параллельно что-то обсуждали Насколько это продуктивно То есть обсуждали Как бы не раздача И так далее А может быть, в целом Нет, я не могу по игровому принципу выходить в финал Потому что, в общем-то, это моя лига Скажем так, не скромно И победители лиг в разных категориях Как бы играют в финале со мной А победители, ну, если они побеждают Они получают 500 долларов Вот, соответственно Мне в любом случае придется с ними поиграть Иначе, если я вдруг не выйду Не отберусь И мало наиграю С кем же они будут играть За дополнительные 200 долларов Так Я не поняла На это, Игорь, ты ко мне пойдешь Или как? Или где? Я не кусаюсь Я хорошая И гостеприимная Блин, почему вы заигрываете всегда Мои шестерки Несчастные Мне же так нужно еще и четверки Ну, ты, Гри, вчера классно Выставила на стрим Вывергла 70 тысяч Говорит, пока, ребята, интернет дорогой Ну, а что, правильно Хозяйственный мужчина Экономика должна быть экономной В принципе-то У меня есть подруга Зовут Татьяна Она, кстати, очень красивая девушка Ну, как и любая девушка Тратит достаточно много денег На какие-то там Шмотки, дискотеки, клубы Все остальное Вот И А у нее нет права За рулем она не ездит И я ей говорю Таня Ты почему не ходишь в спортзал? Ты, конечно, прекрасная Замечательная И так далее Но, как ты понимаешь Годы берут свое И, в общем-то, может быть Уже и стола Пошу рушать Записаться Давай заниматься спортом Она мне говорит Да, что ты понимаешь У меня нет машины И А спортзал Кошком эти 20 минут Я устану За это время Уже никакого спортзала не надо Так, что Он говорит Я не могу Ходить в спортзал Говорит Мне придется ездить на такси Это 200 рублей туда 200 обратно Я говорю Ну, как бы Тань Ну, ты понимаешь Что потратить 400 рублей лишних Там пару раз в неделю Несоразмерно с тем Что потратить 30 тысяч за ночь в клубе На что она посмеялась Тоже, в общем-то, выставила Под эгидой Бережливость Ну, в общем-то Это офигенно Классная отмазка Женская логика Она вот такая Да Да, вот и фэнтези Что-то собрали Молодцы Будем собирать фэнтези Это сейчас у нас Восьмой гейм Если я не ошибаюсь Восьмой же Так Три девятки А! Господи У нас же есть Классная фишка Стритфлэш Анэма Флэш у нас есть Один Это уже хорошо У нас есть Три дамы Три девятки Круто У нас есть Целых два Фуллхауса К сожалению Никакой трипс Наверх У нас засовывать Не получается Снизу ничего Не соберется Ну, как Фуллхаус Я вам скажу Ребята Что Грех Грех мне Жаловаться Ой Да, в общем-то Фэнтези У нас Отменный Отменный Итак, заканчиваем Восьмой гейм Приступаем К девятому Они не заканчиваются Прошу прощения Так Крайм против фэнтези Ну что Будем Расковать Катастрофически Против фэнтези Что делать Что делать Да Делать-то Абсолютно У нас Нечего Не Давайте Командир Мы будем В принципе Сейчас Введем По кушам И В целом Введем Поэтому Постараемся Сыграться Спокойно Куш Это у нас И даму Подвезли Наверх Отлично У нас Еще одна Дама Нам главное Купить Тройку Или туза О Мы же Их Сразу Купили Мы Молодцы Классные Ребята Вот Так Так Зая И Миша Обязательно Будут Стримить Им Вообще Нравится Миша Мне кажется Очень классный Комментатор Будет Потрясающе Рассказывать Историю Зай Был показ Восхитительный Гру А я Так Знаете Как Обезьяна С гранат И сижу Болтаю Так А Меня Научили Точно Точно Нет У нас Точно Срочно Нас Что-то Серьезно Кроя Если Попробую Поэкспериментировать нет, никак мы не выпендеримся, ничего мы прикольного не придумываем делаем так 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 закончился восьмой гейм приступаем к девятому гейму у нас все очевидно простенько и со вкусом интересная режиссерская находка со звуком а что не так со звуком пишите пожалуйста обязательно говорите ставимся что-нибудь сделать так резко прибавить если честно ничего не трогала никуда не тыкала не знаю почему так произошло так мы собираем свои плаше в середине тоже собираем какие-то парочки и все такое прочее вот вот ну чё верим богу когда осталось предостаточно в миде мы собираем пятерочки уже неплохо а но если честно это я наверно просто дергаюсь я достаточно эмоционально эмоционально общаюсь эмоционально рассказываю вот и наверное так происходит у меня извините ну прям совсем плохо и постараться не дрыгаться или же нормально терпимо так наш сиро скупается не получается не победить вверх чат кстати активно за него болит я не знаю посмотрит он стрим или может быть смотрит сейчас или так далее ну в принципе наверняка читает чат ему должно быть очень приятно такая поддержка окружающих это всегда здорово за меня не болеет что мне не любить череду с этим нечет рад сегодняшний стрим докуда уютненький спокойненький не торопливенький расслабленный не хоть звони кому-нибудь с вопросами кстати да планирую на свои стримы приглашать каких-нибудь гостей что было интересно с кем будет интересно пообщаться вот поэтому пишите свои пожелания кого стоит позвать на стрим с кем интересно классно весело и задорно кого бы вы хотели увидеть у меня там не было плохо мне было всего 5 пике она была там где-то засунута присунута скарлетт пьер тащи дашь они пишут немного по-другому мне нравится так у нас заканчивается девятый гейм и мы переходим к десятому гейму заключительным ух ты какой у нас заключительный гейм очень прикольный нам нравится пиар-менеджер скарлетт нифига себе есть мой пиар-менеджер кстати очень классный пиар-менеджер всем советую всем рекомендую денег не берет вообще не знаю кто такой не знаю как он нигде пиарит ну да ладно пусть будет так нам на самом деле сейчас бы не не скупануться так то так то это было бы как-то очень занятно скупануться с так что у нас там восьмерка на столах три штука живы и троек три штука живы а еще и шестерок живы пятерок живы семенорки живы ждем ждем свой стрит и мы дождались свой стрит маще классно тут главное верить и контрольте че я не знаю сюрприз смотрят с этим и стрим или нет он бы даже захлебнулся бы страшной пеной от злости без конвультик уж нас главный контролер из изичей что-то сервина совсем не складываются игра вот на тигр вот ты сейчас за меня болеешь а завтра ты будешь за меня болеть 500 долларов за такой галантный поступок поболеть за мадемуазель дарью по-моему неплохо-неплохо вот я придумала мне кажется вообще отлично четверки-пятерки занятые а еще кто-то за меня болеет ну надо же как приятненько классненько слушайте вы на самом деле я создам блоге опросы и потому что вы все отпишите чего вы хотели видеть на моих стримах что вам интересно какие гости и так далее но если сейчас есть идеи тоже бы с удовольствием послушала вот вот какие-то опросники ну наверно будем делать какие-то конкурсы придумать какие-то движухи активити и все такое проще ой что-то у нас какой дефицит четверок абсолютно поэтому ценим эту за наверх люди собрать какие-нибудь парочки 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 пригласить то ли филатов то ли филатов я думаю что пойдет не ко мне он наверно придет к михаилу стемену с которым они тепло и нежно дружат так ну зачем мне сейчас эти два куза и здесь что вот мне с ними делать скажите мне пожалуйста я планировал собрать три шестерки и кара снизу ну да ладно делаем так будем не знаю что мы будем покупать наверх наверно одновременно двух королей но тут уже последние геймы можно себе позволить немножечко творчество так как мы впереди немножечко без ответственности и безалаберности немножечко дикого лака но мы заканчиваем эту партию заканчивается десятый гейм так мы поздравляем нашего серии который между прочим вежливо воспитанный пожелал мне удачи поздравил меня с победы что интересно к что интересным песен я женщина логика где и логика не понять где творчество вот завтра мы были за свой значок внутренний зачем ему значок игры зачем ты значок а дай значок мне не знаю при собачке его или нет ну как подарок я же не смогу отказаться ну как некрасиво оказывается от парков и тогда мы закончили сегодняшнюю игру вы спрашиваете по стриме ли ящу стримы где-то мы с вами около часика если честно я немного проголодалась и хотела покушать дианочка что ты делаешь на моем столе на эти условные очки как бы не очень ну не знаю если какой-то интерес дианочке играть на условные фишки скарлетт пиар кто это блин кто это кто это так ну не стримим или нет сейчас мы вообще выяснится какой скарлетт пиар и поиграем ли мы с ним может быть еще 10-15 минут на условные фишки может быть я просто поговорю значок на вадам или не отдам просто так я не знаю у меня нет этого значка не за как он выглядит мне вообще его не дают наверно как ананас я так предполагаю женщины иди на кухню какие эти значки дайте уже мы значок на аватарку надо заслужился надо в бою как бы понимать такие трофеи какой-то значок ты ему не будешь цинируешь гости что это вообще за ерунда здесь висит мешается а вот так вот отвоюешь в честном бою прекрасный да вообще-то не по-рыцарски между прочим и будет значок так что столько людей пытался им поиграть на условные фишки придумали раз хотели сбежали убежали не знаю не нравится нравится не нравится да завтра будет интересный кстати последний мой финал последний бой он трудный самый стиральный самый трудный волнуюсь переживаю скажет пиар не признает талант я подумала что это сюрприз но у его уже есть аккаунт на похер доме от это было бы прекрасно в его духе скажет пиар ну пиарите меня что ли пиарить так ну в общем то наверное стримить дальше не буду немножечко подустала но так как у нас вроде наконец-то прошла попытку успешно я с ним справляюсь мне нравится с вами общаться буду ждать пожеланий по стримфу и постараюсь сделать это регулярно вот а сейчас да немножечко нервничала переживала надеюсь вам понравилось до новых встреч в общем-то принципе который произойдет уже завтра 8 вечера кстати ему скоро будем делать очень интересные видео материалы где мы тоже с вами познакомимся пообщаемся поближе стараюсь затронуть какие-то острые темы если у вас есть идея ли вам хотелось больше чего-то увидеть о чем-то узнать обязательно пишите мне в блоге в личку как вам удобнее с вами была даша с карлиди играйте нам покер дом до до новых встреч пока пока